Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. Сегодня 9 марта 23-го года и у нас контейнер 3402 пришел. Все, сейчас пломбу с него будем срывать и разгружать технику. Следите за новостями. Так, друзья, всем привет еще раз. Технику выгрузили, вот она стоит. Целый контейнер новой техники, который к нам пришел. Ну, в смысле, бэушный, но я имею в виду свежий приход от сегодняшнего числа. От 9 марта 23-го года. Пришло много, очень много заказной техники, в том числе и свободная тоже пришла. Не переживайте, будет из чего выбрать. Вот, друзья, если вы видите среди заказных мотоциклов вашу технику, пожалуйста, не торопите нас с отправкой. Техники еще здесь стоят примерно месяц. Она будет проходить лабораторию СБКТС, получать документы и только потом уже будем ее готовить к отправке. После того, как таможня даст добро. Та же самая история, примерно та же самая история со свободной техникой. То, что у нас свободная есть техника. Пока нас не торопите, пожалуйста, потому что технику еще надо просчитать. Она только-только вот зашла к нам на территорию. Цены мы просчитаем. Цены обязательно появятся на сайте. Вся информация точно так же будет на сайте. По поводу того, что за мотоциклы приехали, как вы все видите, да? Мотоцикл у нас в целлофане. Понять порой, что там у нас за целлофаном находится сложно. Поэтому я буду вам называть номера рам. А вы, если видите свой мотоцикл, ставим лайки, пишем комментарии. Ура, приехал! Или что-нибудь типа того. Итак, первое у нас здесь идет 2409, последняя цифра номера рамы. Это у нас похоже на Сузучку. Номер рамы, по крайней мере, похож на Сузуки. Здесь у нас RC72. Последние цифры либо 0086, либо 0286. Ну, скажу так, что это Хонда. И по формам она похожа на НСИХу. На НСИХу комплектации S. Вот. Здесь у нас вот с таким номером рамы WB. Это у нас, как правило, BMW. BMW 7834 приехал. Ну, тут по приборке понятно. Это у нас замечательный VMAX. Полноценный мотоцикл, полносил. Судя по номеру рамы, вернее, по ВИН-коду. Последние цифры 7451 у него. Вот у кого-то быстрый, быстрый VMAX у кого-то. Здесь у нас, смотрим, RN21J. 3139. Это у нас, судя по вот этой лейбочке, это Yamaha. Вот, друзья, вот, пожалуйста, кто угадал свой мотоцикл, пишем. Пишем в комментариях, ставим лайки. Еще одна Yamaha 0674 приехала. Вы, друзья, извините, что я не говорю модели. Честно, вот через целлофан определить очень сложно. Вот. Поэтому вот те, кто знает, что за мотоцикл к нему приехал, те, я надеюсь, напишутся в комментариях. 2075 мотоцикл к нам приехал. Никаких внешних опознавателей на нем нету. Поэтому так, вот тут вот что-то нарисовано у него. GSX, джиксер, да? GSX-S или RGSX-S. Сузука. Так, здесь мы можем мотоцикл посмотреть по аукциону. А, нет, FZ-1000 кубовый, то есть это файлер литровый. 0701 цифры номера рамы. Ну, вот он, пожалуйста. Далее смотрим. GV-72, это у нас, если не ошибаюсь, бандит 0688. Ну, по крайней мере, GV-72, насколько я помню, была маркировка. Ну, в Сузуке точно. Вот, но это, по-моему, была маркировка бандитов. Так, RC-90. Просто что-то похоже на хондовский номер рамы. 1376. Ну, замок зажигания хондовский, ХИС. Поэтому что-то хондовское. Так, тут мы смотрим. Ниндзя 1000А. Это у нас ниндзя литровая. 52-30, последние цифры. Прям как в угадай мелодию. Играем, только угадай мотоцикл, блин. 40-50, SC-38. Судя по всему, хондовский номер рамы. По крайней мере, очень похож. 40-50 цифры. А кто это? А как бы? А не Хач ли это? Хач, 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 хач. Что-то похожее на Хача. Может быть, даже и он. Хач, 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 хач. Так, далее смотрим. 76-19 номер рамы. Это какая-то у нас Ямаха. Скорее всего, могу ошибаться, но почему-то думаю, что это Ямаха. У Ямахи вот частенько на букву J начинается номер рамы. Вот так же, как и здесь. Хотя, может быть, и Кава. Может быть, и Ниндзя какая-то. 77-46. Но по цвету похоже на Ниндзю. Да, и тут, скорее всего, Ниндзя. Обе-две Ниндзя. Так, Ниндзей 4ЦА 27-68. Это у нас СТ-250Е. Вот такой вот аппаратик. Так, сонечки что-то прилепим. Такой вот мотоциклик. Это у нас какой-то дорожничек классический. Так, КТМ приехал. 21-18. Ну, КТМ тут уже видно, что он оранжевый. Это КТМ. Тут ни с чем его не спутаешь. КТМ Дюк 390. Так. Тут у нас... Сейчас мы как-нибудь долезем и посмотрим. Номер рамы 92-43. Что-то кроссообразное. Какой-то кроссовичок. Пока сложно сказать. Но, тем не менее, он приехал. Но, я думаю, хозяин его уже угадает. Так. Хондочка. 6104. Это у нас даже непонятно, что за Хонда. Какой-то Максискутер. Здесь у нас 24-67. Вот он, полный номер рамы. Вот. Пожалуйста, кто угадал свой мотоцикл. Ямаха. Пишите. Так. РМ-07J. И вот он, еще один РМ-07J. Это тоже, тоже Ямаха. 25-18. Цифры номера рамы. Какая-нибудь, наверное, МТ-шка. 07-ая. Возможно. ЕР-400. Это у нас Кавасаки Ниндзя 400Р. 30-20. Последние цифры рамы. Так. ЦВ-72ГВ. Это тоже, наверное, бандит. 11-66 последние цифры. А может, и не бандит. Но что-то вот. Что-то похожее, на самом деле, на бандита. Максискутер какой-то. Что-то такое интересное. Похоже на Бибрукус. Но, может быть, это и не он. 27-08. Последние цифры номер рамы. МФ-09. Это у нас... Нет, не скажу, все-таки не скажу. 27-08. Не знаю. Вот МФ-09 в номер рамы похож на Маджести. Ямаха Маджести. Но на Маджести этот мотоцикл не тянет. Так. ЕР-400Б. Это еще одна. Кавасаки Ниндзя 400Р. Даже я бы сказал, наверное, это не Ниндзя. Здесь это ЕР-400. Это ЕР-400. ЕР-400. Семьдесят. Семьдесят пятьдесят семь. Номер рамы. Так. И это у нас РС-63. 14-84. Это у нас какая-то Хондочка. Еще одна Хондочка приехала. Смотрим далее. Ямаха. 98-43. Вот. Так что, друзья, смотрим, смотрим свои мотоциклы. Пишем в комментариях. Да, это мое. Нет, это не мое. Нет, это не Хонда. Нет, это Сузука. Вот. Так что, поправляйте, если я ошибаюсь. И как бы, не критично на самом деле. Я могу. Я вижу только номер рамы, если честно. И какие-то небольшие внешние признаки, что это за мотоцикл. Так что, я вполне могу ошибиться. Шестнадцать семьдесят. Какой-то аппарат у нас приехал. Здесь смотрим. Двадцать двадцать шесть. Что-то такое же, кстати. Вот два одинаковых мотоцикла пришли. Но сложно сказать, что это. Никаких опознавателей. Ничего не видно. Но что-то вот такое. Что-то вот такое. Сто ровно шестьсот шестьдесят три. Мотоцикл. Судя по номеру рамы. По ВИН-коду это либо Кавасака. Какая-нибудь ниндзя. Либо все-таки Ямаха. Ну, вот это я вижу. Это Африка Твинт. Вот. Это Африка Твинт. Она у нас под номером рамы 0769. Я думаю, хозяин свою Африку увидит. Будет рад, что вот она приехала. Наконец-таки здесь у нас 82-45 мотоцикл. 49-31. И тут это Ямаха. так, это у нас как бы не еще один X4 SC3807-76. SC3807-76. насколько я помню, это был номер рамы именно Хачей. Так, и здесь у нас RC690089. Это тоже какая-то фондочка. Ну вот, аппараты такие вот пришли к нам, друзья. Это у нас все заказная техника, либо техника, которая была у нас куплена с сайта motolife.ru пока она была в пути из Японии. Вот. Как мог, я вам озвучил, что пришло. Поэтому повторюсь. Увидели свой мотоцикл. Пишем в комментариях. Вот он пришел. Такой-то, такой-то. Будем просвещаться. Ну и, собственно, если я ошибся, повторюсь, друзья, поправляйте, не стесняйтесь, потому что могу ошибиться все мы люди. И сейчас посмотрим, что у нас пришло из свободной техники. Там я постараюсь уже рассказать более подробно, да, чтобы было более понятно, что именно у нас за мотоцикл. Так, друзья, ну что, смотрим технику, которая у нас свободная. Тут я буду пользоваться подсказкой списком. Что не смогу угадать визуально, то буду, собственно, смотреть по списку. Так. Первый мотоцикл. Это у нас Honda. Вот там такая вот девчуля симпатичная. Я уже вижу по шильдику, что это VTX. Ну и, собственно, по наличию двух тормозных дисков на переднем колесе скажу, что это VTX 1800. 1800 VTX, друзья, довольно редкий аппарат в Японии, но, как вы видите, вот он, пожалуйста, приехал. Следующий, не менее редкий, но, я бы сказал, более интересный в плане эстетики аппарат. Это у нас Kawasaki Vulcan 1500 дрифтер. Дрифтер имеет вот такие вот крылья. Видите, да? То есть, кто знаком с моделью Indian Chief, вот дрифтер сделан именно с этой модели. Японцам понравилась эта моделька, да, Indian Chief. И вот они сделали дрифтер вот с такими же крыльями, то есть, вот по образу и подобию Chief, а вот это вот индейцы. Очень прикольный аппарат. Так, здесь у нас WN2509 последние цифры. Это у нас Yamaha Bolt 950. Это, кстати, мотоцикл тоже японцы немножечко содрали, но содрали они его со Спорстера. Вот, и как гласят интернетовские легенды, очень много тюнинга со Спорстера подходит на Bolt. Причем, даже ничего не надо колхозить, просто взял и поставил. Сам не проверял, не знаю, но, собственно, слышал такое. Вот. Здесь у нас, судя по всему, по оппозиту и по высокому клиренсу, я так полагаю, что это у нас Гусь 6871. Это у нас, да, Гусь 1200, свободный мотоцикл. Вот такой вот аппаратик. Понятно, что в целлофане непонятно, но все это будет делаться, все это будет подготавливаться. NC 475253. Это у нас Хонда 400X, CB400X. Вот такой вот аппаратик замечательный, прикольный. Дукатти, судя по всему, какой-то монстр, да? Монстр 9271. Так, монстр 821. Далее, какой-то еще один круизерчик у нас 5566 Yamaha XVS 1100 Dragstar Classic. Прикольный аппарат. Люблю на самом деле Dragstar и, кстати, единственное, что меня смущает, крыло у него не от Classic, крыло у него от кастомной модели. Ну, собственно, соберем, посмотрим, будет видно. Ну и пара у него кастома. То есть, на самом деле, наверное, на аукционе все-таки ошиблись. Это не классика, это кастом. BMW. Еще одна BMW. Гусь. Только в этот раз, я так понимаю, это 650-й у нас. 63-24 последние цифры. Да, да, это 650. F650 GS. 650-й гусь. Так, Triumph Tiger XRA, да? Правильно прочитал, надеюсь. А, Triumph Tiger 800 XRX. Вот так вот даже. Вот, друзья, кому интересен, у нас такое есть. VN 04 0027. Так, это у нас Yamaha Bolt 950. Еще один Bolt приехал. Honda 0026. Что это у нас такое? А это у нас CRF 250L. Вот, легкий турендурчик. Это EX400. Это у нас Ninja 400. Это я уже по номеру рамы точно знаю. Ninja 400. Так, у нас все завернуто. 62 92. 62 92. Пользуемся подсказкой по бумажке. Это у нас КТМ Duke 640. Странно, что на черных колесах обычно я привык КТМ видеть в оранжевых исполнениях. 35 68. Я так полагаю, что это у нас Honda BVS 125. Макси скутер. Ну, как сказать Макси скутер. 125 кубовый скутер. Вот, тем не менее, это BVS. Кто знает, что это такое, те понимают, это нормальный, прям, классный аппарат. Это пушка-гонка в своем роде, полувнедорожник такой. Аппарат вообще классный на самом деле. Так, 08 61. Если честно, даже не знаю, что это такое. Так, 08 61. Это у нас Suzuki Jixxer 150. А, вот, почему не угадал номер рамы, потому что это довольно-таки свежая модель. Вот, мотоциклик для начинающих, 150 кубовый. Очень интересный и прикольный аппаратик. 62 91. Это у нас Yamaha MT 07. Мотоцикл свободный. NC 47. Это Honda у нас 0286. Так, TBR 400 RA. Среднекубатурный спорт. Вот, кто хочет начинать мото-карьеру и перейти в класс спорты, то вот с этого аппарата вполне нормально начинать. 74.15. 74.15. И это у нас с длинным Винкодовским Ducati Monster 1100 EVO. Вон оно как. Это оказывается Monster 1100. Аппарат пришел. Кто хотел, пожалуйста. Вот он. Так, здесь у нас что-то сложно написано. 28.15. Так, смотрим. 28.15. Honda CBR 150R. Это у нас тоже маленький такой спортик от хонды. 150-кубовый в репсоловской одежке. Прикольный маленький аппарат. еще одна хондочка у нас стоит. Какой-то дорожничек маленький. Это, я так полагаю, хонды CB400 SS. 03.92. Посмотрим. Да, это у нас Honda CB400 SS. Ну что, друзья, вот такие вот мотоциклики у нас пришли в свободную продажу. Если вас интересует стоимость, стоимость обязательно будет. Вы можете нам писать, спрашивать. Вот, будем по мере возможности отвечать. Стоимость, цена пока есть не на все мотоциклы, потому что мотоциклы только пришли к нам на территорию. Некоторые мотоциклы еще не просчитаны. Поэтому, если цен пока на них нет на сайте, не переживайте, они обязательно там появятся. Так что, вот, а, ну и, собственно, что еще хотел сказать. У нас еще пришли несколько интересных мопедов. Вот, 50-кубовых. Вот, сейчас посмотрим, да, то есть, Honda Джорна пришла, Vox, вот такой вот пришел кросс-куб заказной. Смотрите, какой прям милитари, прям военный такой аппаратик, да? Смотрите, какой симпатяшка. CC-50 прям, прям только-только вот откуда-то из окопа достали. Прям вот такой вот военный, рядом с ним вот такой вот Vox, тоже полувоенный. Выглядит прям, прям, блин, да он так новый выглядит, друзья, смотрите. Смотрите, вот вообще вот все прям как новое. Это у нас заказной. Вот, этот мотоцикл привезен под заказ. Еще у нас парочку суперкубов, тоже, я так понимаю, заказные. Здесь у нас Honda Dunk. такой вот оригинальный аппаратик. Прикольно выглядит. Прикольный дизайн такой квадратненький. Джорны, кабы, кабы. То есть, есть вот такой вот небольшой перечень мотоцикликов, максискутеров, мопедов. Вот, как правильно сказать, мопедов, наверное, все-таки. Пришел под заказ. Ну, собственно, друзья, звоните, пишите, всегда подскажем. Всем спасибо, всем хорошего дня. Продолжение следует...